Приветствую вас. Мне задали вопрос, который вы видите на экране, и мне показалось, что это повод написать пару формул, довольно простых. И я вопрос немного переформулирую так, чтобы, как мне кажется, яснее выступала физическая сущность. Итак, во-первых, начнем говорить о нейтронной звезде, а не о черной дыре. Пускай у нас есть нейтронная звезда каким-то радиусом r, массой m, и мы наблюдаем излучение с поверхности. Нейтронная звезда наша может вращаться с угловой скоростью какой-то омега, и это, соответственно, если мы запишем модуль вектора, 2π на период. Напомню, что есть предельный период вращения. Предельный период вращения просто связан с тем, что вещество может начать стекать с экватора. То есть скорость вращения на экваторе будет 2πr делить на p. И вот если эта скорость равняется первой космической, то мы получаем предельный период. Вот этот предельный период, он порядка одной миллисекунды. Одна тысячная секунда. То есть быстрее мы вращаться не можем, но нейтронные звезды с периодами около одной миллисекунды есть. Чуть-чуть побольше. Значит, спрашивают нас про ход времени. Давайте пару слов про ход времени. То есть, наверное, это, конечно, более поэтично говорить о ходе времени, но удобнее будет говорить о красном смещении. Красное смещение. Почему мы можем об этом говорить? Смещение здесь может быть и синим, если это связано с движением, а не с гравитацией. Вот у нас есть какой-то сигнал. Электромагнитные кванты. Видимые радио, неважно, что вы можете принимать. У вас есть длина волны, лямбда. И, естественно, вы можете определить частоту. Но, определив частоту, вы можете определить период, характерное время. Соответственно, это будут как раз сигналы точного времени. Представьте, что каждый раз, когда у вас проходит максимум волны, дергается секундная стрелка, например. То есть, мы взяли такой источник, что период равен в точности одной секунде. Частота 1 Гц. Это очень низкая, естественно, частота. Но, может быть, так удобнее. Поэтому, если, значит, у нас красное смещение, то для внешнего наблюдателя все происходит медленнее. То есть, вот у нас наш объект. Испускается частота. Здесь мы ее испускаем на частоте ν0, которая, ну, пускай для простоты 1 Гц. Это не так важно. Где-то вдалеке у нас есть наблюдатель условно на бесконечности. То есть, нам нужно просто, чтобы гравитационный потенциал там был уже гораздо меньше. То есть, у нас асимптотически плоское пространство. И здесь наблюдатель принимает частоту ν0. Соответственно, частота будет отличаться. И есть два эффекта. Это, естественно, гравитационное красное смещение. Там удобнее записать вот такую формулу. Единица делить на корень. Единица минус. Радиус Шварцшельда делить на радиус нашего объекта. Радиус Шварцшельда, напомню, 2 ГМ на С квадрат. Он нам еще много раз встретится. Если у нас точка, излучающая я, движется, соответственно, будет доплеровское смещение. Для больших скоростей, конечно, надо записывать релятивистский закон Доплера. Но давайте себя не будем путать. И запишем, я напишу только пример. Скорость делить на скорость света. То есть, это снова сдвиг длины волны, частоты. И давайте для нейтронной звезды попробуем сравнить вот эти две величины. Что-то я почитал с калькулятором, поэтому давайте я найду свой листок, если я его смогу найти. И так будет немного быстрее. Кто не верит, можете взять калькулятор и потом проверить. Итак, откроем еще один слайд. Хорошо. Итак, повторю. Есть у нас нейтронная звезда. И спускается сигнал. Но теперь она у нас вращается в эту сторону. То есть, я могу взять две точки на экваторе. Но я даже могу сделать так. Одна будет двигаться от нас и будет давать красное смещение. Другая будет двигаться к нам и давать синее смещение. И, значит, помним, что у нас есть гравитационное смещение. Единица на корень единицы минус радиус Шварджуда на радиус. Минус единицы, не забываем. И есть доплеровская. И это примерно В на цель. Хорошо. Значит, скорость у нас связана с вращением. То есть, В это 2πr делить на p. p период вращения нейтронной звезды. Но начнем с гравитационного. Радиус Шварджуда это примерно 3 километра на массу, выраженную в массах Солнца. Там 2,95 точное значение, но это не так принципиально. У нейтронных звезд радиус 10-12 километров. Ну, давайте я возьму R равное 3 Шварджедовских радиуса. Почему я именно столько взял, будет ясно, когда мы к черным дырам перейдем. Соответственно, гравитационное красное смещение у нас будет 1 делить на корень 1 минус 1 треть без единицы. То есть, это корень из 1,5 минус 1. И это примерно вот столько. Реально помним радиусы немножко больше, чем 3 Шварджедовских радиуса. Поэтому здесь будет немного меньше. То есть, 0,2 такое характерное значение. А теперь посмотрим, можем ли мы это скомпенсировать доплером. То есть, посмотрим вот на эту, естественно, синюю точку. Потому что вот это красная. И посмотрим, какой доплеровский сдвиг будет при предельном периоде вращения. И я возьму 1 миллисекунду. Ну, давайте посмотрим. Значит, красное смещение будет 2π. Радиус нейтронной звезды это 10 километров 10,6 сантиметров. Делить на период. Период 0,0,1 секунда. И на скорость света это 3 на 10 десятый. С огромной астрономической точностью у меня получится... Давайте собирать степени. Внизу минус 3,10 это семерка. Здесь 6, то есть степень минус первая, 0,1. π на 3 это примерно единица. Чуть больше. Получаем 0,2, ну и там с каким-то хвостиком. Обратите внимание, что эти числа примерно совпадают. То есть, если вы смотрите на часы, которые идут в той точке экватора, которая все время удаляется от вас, то тогда эти смещения будут скомпенсированы. Ну, а в других, вы понимаете, в этой точке будет еще краснее. Ну, а в центре будет, опять-таки, не вдаваясь в мелкие всякие поправки, будет 0,2. Хорошо. Теперь, значит, к черным дырам. Давайте откроем еще один слайд. С черными дырами ситуация более сложная. Ну, во-первых, у черной дыры нет поверхности. Во-вторых, на горизонте черной дыры гравитационное красное смещение стремится к бесконечности. Поэтому, значит, не очень понятно, что тут брать. Поэтому мы рассмотрим другую ситуацию. Черная дыра, масса m. И мы вращаемся вокруг нее на орбите. Здесь мы можем вспомнить, что не все орбиты возможны. Если мы подходим слишком близко к черной дыре, то объект будет по спирали вспираливаться. Ну, и там довольно быстро падать. Поэтому есть последняя устойчивая орбита. Английская аббревиатура. ИСКО – Inner Most Stable Circular Orbit. Она зависит от того, как вращается черная дыра. И в какую сторону вращаемся мы вокруг нее. Один из предельных случаев. Черная дыра не вращается. Шварцшильдовская черная дыра. Мы вращаемся вокруг черной дыры. И тогда радиус последней устойчивой орбиты – это три шварцшильдовских радиуса. Шварцшильдовский радиус у нас уже был. Скорость движения на этой орбите тоже можно посчитать. Естественно. Ну, мы пользуемся ньютоновскими формулами. Пока мы довольно далеко от горизонта. По большому счету можно так делать. Скорость будет просто gm на вот эту величину. Учитывая, что вот это 6 gm на c квадрат, то здесь мы получим скорость света делить на корень из 6. Вроде бы я нигде не напутал. Соответственно, если я справа и слева разделю на c, то я получу, что красное смещение, доплеровское, примерно единица на корень из 6. Единица на корень из 6 – это примерно 0,4 у меня получилось. И здесь мы можем вспомнить, что я не случайно брал 3 RG на предыдущем слайде. И мы посчитали гравитационное смещение на 3 RG для массы Солнца. На самом деле масса здесь не важна, если мы на 3 RG. И получили 0,2. То есть вот для такой орбиты гравитационное красное смещение 0,2,2,5. То есть здесь доплер как бы даже выигрывает. Но если мы будем подходить ближе к черной берет, то ситуация начнет меняться. Ситуация начнет меняться. И что у нас будет? У меня посчитано еще для двух шваршильдовских радиусов и для полутора шваршильдовских радиусов Z гравитационное и доплеровское. И, соответственно, у меня получилось, что доплеровское у меня здесь 0,5, здесь 0,58 примерно. А гравитационное здесь 0,4, а здесь уже 0,7 с хвостиком. То есть чем ближе мы подходим к черной дыре, тем труднее все это победить. И действительно это по большому счету наблюдается. Но давайте вначале посмотрим на диск, как его обычно рисуют. То есть вот левая сторона, она движется к нам, поэтому она ярче. Здесь еще и всякие сложные эффекты, связанные с релятивистским биммингом, с направленным излучением. Но нам сейчас это не важно. Естественно, есть последняя устойчивая орбита. То есть вот там внутренняя темная область с этим связана. Чем-нибудь я могу рисовать. У нас есть там последняя устойчивая орбита. Вот тут примерно. Есть фотонная сфера. Вот эта фотонная сфера. И излучение с последней устойчивой орбиты, оно часто самое яркое. То есть его можно выделить в потоке излучения. И что у нас получается? Мы можем сделать такую штуку. Мы можем наблюдать так называемую коальфа-линию железа. В лабораторной системе координат она имеет энергию 6 килоэлектрон вольт. Если же мы получим спектр, выделим эту линию, то вместо того, чтобы быть там какой-то одной линией, она у черной дыры приобретет вот какую-то такую форму с рожками такими. Рожки нам сейчас не очень интересны, они связаны с доплером. То есть если мы вернемся на этот слайд, то вы помните, что вот эта часть движется от нас, и поэтому здесь красное смещение. Вот эта движется к нам, и поэтому здесь синее смещение. Плюс синие лучи, они будут дополнительно усиливаться релятивистским биппингом, поэтому тут будут возникать детали. Но нам интересно вот это, как говорят, красное плечо. Нужно нарисовать его красным. Это излучение из внутренних частей диска. То есть снова, если мы посмотрим на диск, вот излучение из дальних областей диска, оно сильного красного смещения не испытывает. Ни такого, ни такого. Получая общий спектр диска, мы, конечно, складываем излучение справа и слева. Поэтому линия просто уширяется. А вот гравиационное красное смещение дает систематический сдвиг. И именно из-за него возникает вот это красное плечо, которое у нас здесь есть на рисунке. И обрывается это красное плечо там, где мы дошли до внутренней границы диска. Но видно, что в среднем, конечно, гравитация всегда побеждает. Поскольку если у нас что-то крутится, то там частично право и лево компенсируют части, которые движутся от нас и движутся к нам. Но если снова мы все-таки вспомним про случаи с нейтронной звездой, то видно, что скомпенсировать гравитацию вращением можно, но достаточно трудно. Но вот в части, по крайней мере, наблюдаемого диска это возможно. Если здесь мы еще учтем сложные эффекты, связанные с тем, что световые лучи искривляются, то здесь так легко я говорил, что у меня световой луч отсюда прям попадает к нам, и отсюда попадает к нам. На самом деле, вы помните, если мы посмотрим на нейтронную звезду сбоку, то есть вот у меня наблюдатель, вот это как бы вроде бы dark side of a neutron star, но на самом деле световые лучи не идут по прямой. То есть вот там один луч условно пойдет по прямой, потому что он перпендикулярно и спущен. А если, значит, лучи у нас выходят не перпендикулярно, то они будут испытывать гравитационное красное смещение. И вообще говоря, есть лучи там с задней стороны, которые тоже будут приходить. Там будут некие дополнительные хитрости со всеми смещениями, но видно, что темная область, невидимая область, будет меньше, чем полная полушария. Здесь мы всем этим пренебрегали, но качественный ответ получается примерно тот же самый. То есть такую задачу можно студентам в качестве простой задачи где-нибудь на зачете давать. Посчитайте, как соотносятся друг с другом смещение, связанное с вращением и гравитацией в случае нейтронных звезд, но и в случае орбит вокруг черных дыр. Совершенно отдельный случай, который я не обсуждаю, обсуждаю это, что будет, если там зависнуть над черной дырой. Но ясно, что если относительного движения никакого нет, у вас будет только гравитационное красное смещение. Но в принципе такие задачи можно усложнять, задавать дополнительные вопросы, будет немного поинтереснее. А я здесь остановлюсь.